Как отличить истинно нуждающегося в нашей помощи от ленивого и хитрого? И нужно ли помогать последнему? Отвечает Игнатий Тихонович Кладкин. В нашей книге «К истинному православию» в разделе «О милостыне» очень подробно освещен этот вопрос. Узнать же, кто истинно нуждается из стоящих возле храма, не представляет никакой трудности. Нужно только одно, чтобы ты сам не был полным идиотом и не играл в добродетель. Вы можете отличить пьяного отрезавого. Остановитесь в стороне и немножко понаблюдайте за ними. Попробуйте поговорить, узнать, почему они здесь оказались. Только говорите с каждым в отдельности, отведя его в сторону. Если он сразу же начинает грубить, хамить, на нем уже стоит печать отвержения. Около храма сразу стоит не более 50 нищих. За два-три раза вы будете знать их всех. Вот образец. Приходит человек к Покровскому собору, у него с собой костыли, но они зачехлены в чистые целлофановые мешки. Сам он одет нормально, прихрамывает, разговорились. Назвался Лейзин Анатолий. Рассказал свою историю, чувствуется, что он ее повторяет многократно, всячески приукрашивая свои страдания. Назвался детдомовцем. Мать бросила его, но он о ней сосковал и бежал из детдома. Где-то на железной дороге за ним гонится милиция. Он ныряет под вагоны. Ему отрезают ступню. Живет у кого-то в бане, но у него сильная ностальгия о своем домике и участке земли. Он всегда достает из большого туристического рюкзака публикации о себе. Я приглашаю его к себе домой. Хорошо пообедали, а сестры успели починить его одежду. Я решаю взять его в Потеряевку, где есть у нас заброшенная землянка и прекрасный участок земли. Он показывает радость и согласие завтра выехать. Я ему поверил полностью. Он совершенно нормальный, здраво рассуждает. Но когда коммунисты устраивают демонстрации, он пристраивается к ним в хвост. Называет себя верующим. Настоящий стопроцентный сергианец. Договаривался встретиться недалеко от храма. Наступило утро, но он не пришел. После, через несколько месяцев, когда я встретил его и подошел узнать, почему же он обманул всех нас и не пришел, он отворотил лицо и молчит. И теперь, когда он увидел меня, сразу опускает глаза вниз. Правда, теперь стал хотя бы кивать головой. Я читал неоднократно его, в кавычках, воспоминания в разных газетах. У них столько противоречий. Видно, что фантазирует не натощак. Как-то я рассказала об этом случае главному редактору газеты «Алтайская правда» Ольге Николаевне Шевчук. Она вдруг сморщилась, как от зубной боли. «Ой, да что вы, Игнатий Тихович, мы несколько раз пытались ему помочь. Он приходит сюда часто в редакцию. Бесполезно. Им нравится такая жизнь, а остальное все дело техники обмана». Сирахов, 40.32. «В устах бесстыдного сладким покажется прошение милостыни. Но в утробе его огонь возгорится». Притчи, 20.17. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдой, но после рот его наполнится дрессвою. Настоящих нищих найти очень трудно. Это стоят обманщики, ленивые пьянчушки. Познакомившись с еще одним Анатолием, я узнал, сколько рублей он собирает каждый день. Оказалось, что больше, чем мой месячный заработок, несколько раз. И все это складывает на сберкнижку. И вот он внезапно умер. Сумма, может быть, на несколько автомашин перешла к государству. Для них отстать, набрав достаточно, практически невозможно. Как для наркомана. А виноваты те, кто подает. Богу нашему слава, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь.